OBD2 код неисправности техническое описание, модуль управления VSS выхода неисправность, что это обозначает? Этот общий диагностический код неисправности трансмиссии DTS обычно применяется ко многим автомобилям OBD2, это может включать, но не ограничивается транспортными средствами от Citroen, Chevy, Ford, Peugeot, GMS, Dodge, Ram, Ducati и т.д. Модуль управления трансмиссией PSM обнаружил неисправность в сигнале выходного напряжения конкретного датчика скорости автомобиля, VSS, когда сохранен код P0608. В этом случае ожидается, что выходной сигнал VSS поступит либо от самого PSM, либо от одного, многих, встроенных контролеров, этой конкретной выходной цепи VSS было присвоено обозначение и обратитесь к источнику достоверной информации о транспортном средстве для конкретной функции этой цепи, поскольку она относится к данному транспортному средству. Транспортные средства, которые оснащены диагностическими системами OBD2, могут использовать до 70 бортовых контролеров, эти контроллеры обмениваются данными через локальную сеть контролеров S&N. VSS это электромагнитный датчик, который используется для замыкания цепи, который обеспечивает один или несколько контролеров точным сигналом, отражающим скорость автомобиля, VSS обычно располагается рядом с выходным валом коробки передач или раздаточной коробки 4WD или в заднем дифференциале, зубчатый стальной реактор, постоянно прикрепленный к выходному валу или зубчатому колесу, проходит в непосредственной близости от электромагнитного датчика и замыкает цепь, зазоры между зубьями обеспечивают прерывание цепи, PSM и другие контроллеры получают эти замыкания и обрывы цепи как форму напряжения в форме волны, частота этой формы волны интерпретируется как скорость транспортного средства. Сигнал VSS обычно вводится в основной контроллер, такой как PSM или модуль управления передачей, TSM, как только первичный контроллер получает вход VSS, он используется совместно с другими контроллерами через SIN, если какой-либо из этих вторичных контролеров не получает сигнал VSS или принимает несогласованный сигнал VSS, будет сохранен код P0608 и может загореться индикатор неисправности, MIL. Пример фотографии VSS, датчик скорости автомобиля, какова серьезность этого кода неисправности. Коды, связанные с VSS, могут влиять на стратегию переключения передачи управляемость двигателя, сохраненный код P0608 следует классифицировать как серьезный и диагностировать, ремонтировать как можно быстрее, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы кода неисправности P0608 могут включать, неправильный или неправильный спидометр, одометр, ненормальное, автоматическое, переключение передач, коды датчика частоты вращения выходного вала, ввод кодов датчика скорости, коды EBS или системы контроля тяги, TSS. Каковы некоторые из распространенных причин кода? Причины для этого кода могут включать в себя, неисправный PSM, TSM или другой контроллер обрыв или короткое замыкание в SIN, разъеденные, сломанные или ослабленные электрические разъемы, ошибка программирования контроллера, какие шаги по устранению неполадок P0608. Если хранятся другие коды, связанные с VSS, их необходимо будет диагностировать и отремонтировать, прежде чем пытаться диагностировать P0608. Для диагностики этого кода потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, ометр и источник достоверной информации о транспортном средстве. Используйте источник информации о транспортном средстве для поиска в бюллетенях технического обслуживания, TSB, которые параллельны рассматриваемому транспортному средству, а также по сохраненному коду и выявленным признакам, если вы найдете подходящий TSB, вероятность того, что он предоставит полезную диагностическую информацию, очень велика. Использовать источник информации о транспортном средстве для диагностических блок-схем, монтажных схем, схем разводки разъемов, видов лицевых разъемов и процедур, спецификаций тестирования компонентов, вся эта информация потребуется для успешной диагностики. После визуального осмотра разъемов контроллера и видимых жгутов SIN подключите сканер к диагностическому порту автомобиля и получите все сохраненные коды, если доступны данные стоп-кадра, возьмите их тоже, запишите всю эту информацию, это может оказаться полезным позже в вашем диагнозе, теперь очистите коды и выполните тест-драйв автомобиля, пока PSM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен. Если PSM входит в режим готовности без сохранения каких-либо кодов, вы имеете дело с прерывистым кодом, и проблема, которая способствовала этому, может нуждаться в ухудшении, прежде чем будет достигнут точный диагноз. Если код сброшен, продолжайте диагностику. Предупреждение, перед использованием DVOM для проверки сопротивления и целостности цепи отключите все соответствующие контроллеры, невыполнение этого требования может привести к повреждению контроллера. При включенном ключе и выключенном двигателе используйте DVOM для проверки отдельных выходных цепей VSS на соответствующем контроллере, сравните ваши результаты с данными сигнала VSS, если приемлемый выходной сигнал не обнаружен, заподозрить сбой контроллера. Если на контроллере обнаружен приемлемый выходной сигнал VSS, используйте DVOM для проверки отдельных цепей между каждым из соответствующих контроллеров, при необходимости отремонтируйте или замените системные цепи или компоненты и повторно протестируйте сигнал VSS. Код P0608 без других сохраненных кодов не будет вызван неисправным VSS, в большинстве случаев сбой контроллера маловероятен. В случае P0608, более вероятно, что причиной проблемы может быть проблема с контроллером или ошибка программирования.